Визит Монакова Ленина Фанасьевича представителя Приднестровья в Москве в Организацию Объединенных Наций не был случайным. Это было сделано по приглашению самой Организации Объединенных Наций, которая поступила в адрес Приднестровья. В сентябре 2017 года я, как президент Приднестровской Молдавской Республики, обратился к генеральному секретарю ООН с просьбой о том, чтобы был рассмотрен вопрос о придании Приднестровью специального статуса. Есть такая международная форма. Пример есть Палестина. Если сравнивать Палестину с Приднестровьем, это, в принципе, несравнимые, на мой взгляд, вещи. Мы далеко впереди с точки зрения развития демократии, институтов власти и экономики. Но, тем не менее, у Палестины есть статус, а у нас нет. И поэтому мы этот пример хотели использовать и обратились с просьбой именно в Организацию Объединенных Наций о придании Приднестровью специального статуса. Кроме этого, мы попросили генерального секретаря, чтобы в Организации Объединенных Наций в Приднестровье была представлена площадка для додоединения информации о Приднестровье, что происходит в Приднестровье, в том числе и о правах человека. Мы были услышаны, диалог пошел. Кроме этого, в Приднестровскую Молдавскую Республику постоянно осуществляют визит представителей ООН. Самый, наверное, яркий – это главный специалист ООН по правам человека, господин Хамберг, который неоднократно обывает в Приднестровье, неоднократно общается со мной как с президентом, с Министерством Инвестрационных Дел и с гражданским обществом. И именно он делает выводы о качестве соблюдения прав человека национальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями в Приднестровье. И, как вы сами знаете, открытые источники, отзывы весьма положительные. И он говорит о том, что Приднестровье продвинулось вперед, далеко вперед. И мы даже можем служить примером для наших соседей. Это заслуживает внимания, уважения, его оценка. И мы ее, конечно же, принимаем. Помимо этого, хочу напомнить, что Приднестровское законодательство имплементировало свое законодательство, все международные акты по правам человека, этой декларации и конвенции в том числе. И мы их соблюдаем, неукоснительно соблюдаем. И, естественно, господин Хаймберг также эти вопросы подвигал своей ревизии. Насколько мы соблюдаем международные конвенции. И оценка была выставлена положительная в этой части. Поэтому в развитии именно наших отношений и был приглашен господин Молоков в Женеву на 40-ю сессию ООН именно по вопросу прав человека. И выступил там с докладом, как соблюдается права человека именно в Приднестровском Молдавской Республике, в непростых условиях существования нашего государства. И в конце был вывод, сделанный следующий, именно Молоковым, что соблюсти права человека всех национальностей Приднестровской Молдавской Республики и остальных категорий граждан можно только при условии государственности Приднестровской Молдавской Республики и сохранении ее. Одна из концепций развития Приднестровской Молдавской Республики – это построение социально ориентированного государства с рыночной формой экономики. То есть государство работает на людей. И мы должны это показать. В нас должны инвестировать денежные средства, любой инвестор. Нами должны интересоваться. Мы сейчас развиваем и туризм. В разы увеличилось посещение Приднестровья именно иностранными туристами дальнего зарубежья. И, конечно, все это надо показать мировому сообществу. И площадка ООН, наверное, самая подходящая для этого. И следующий, конечно, этап – это получение специального статуса. Спецпредставитель Приднестровья выступил в ООН. Была ли какая-то реакция со стороны зарубежных партнеров? И насколько это выступление продвигает Приднестровье по пути к международному признанию? Да. Некоторые европейские СМИ осветили именно визит Монакова, представителя Приднестровья, и выступление его в ООН. Отметили, что это, в принципе, впервые происходит. И весьма интересно. Всем, в принципе, интересно, как можно выживать в условиях непризнанности уже практически 30 лет, как живет народ, какие там условия для него созданы, и как соблюдаются права человека, как развивается экономика. Поэтому, конечно, я думаю, что интерес есть, и этот интерес еще будет усиливаться. Я скажу в любом случае, приоткрою немножко скобки, что, в принципе, это выступление не последнее на площадках ООН. Есть уже приглашения, которые мы получаем, и 100% мы их реализуем. И о Приднестровье еще узнают больше за пределами нашей республики. Никогда не признают серых, никогда не признают неуспешных, никогда не признают тех, где есть коррупция в государстве, никогда не признают тех, где нарушаются права человека. Мы должны показать, что мы честные, открытые. Что с нами можно иметь дело в любых аспектах развития Приднестровья и мирового сообщества. Приднестровье не выдернуто из мира. Мы являемся частью международных отношений. Это факт. И поэтому площадка ООН интересна нам, не только она, по большому счету, конечно же, но одна из. Чтобы показали, кто мы на самом деле. Чтобы разбить всю эту ложь о Приднестровье, которая существует до сих пор за пределами нашей республики.